Сегодня учебные занятия для студентов Российского государственного университета туризма и сервиса проходят чуть более творчески, чем обычно. Вместо долгих насыщенных лекций, динамичные мастер-классы по пяти направлениям предстоящего фестиваля студенческой весны. В течение дня будущие конкурсанты знакомятся с тонкостями актерского мастерства, обучаются командной работе и правильной постановке задач перед собой и коллективом. Очень часто бывает, что люди путаются в том, зачем они это делают, для чего, и именно поэтому не могут сформировать задачи, не могут придумать концепцию, не могут найти нужный формат мероприятия. А если ты знаешь, зачем ты это делаешь, то все остальные шаги будут просты и легки, потому что ты понимаешь, ради чего. Я для себя самое главное подчеркнула, что главная команда. От команды идет абсолютно все. Ровно такую команду, которую ты создашь, команду, которую ты обучишь и все сделаешь, от него пойдет твое мероприятие и так далее. Школа студенческой весны «Территория ярких» является подготовительным этапом в преддверии Большого регионального фестиваля талантливой молодежи. Пять конкурсных направлений включают в себя музыкальные и танцевальные номера, театральные постановки, журналистское мастерство и организацию массовых мероприятий. На каждом из мастер-классов работают сразу несколько экспертов. Их задача за короткий срок – выявить и устранить ошибки в публичных выступлениях конкурсантов на примере собственного опыта. Вокалист должен обладать хорошими вокальными данными, безусловно. Также вокалист обязательно должен быть индивидуальностью. То есть у него должен быть свой стиль музыкальный, свое какое-то самовыражение. Это может быть через танец, через подачу, через актерское мастерство, через свой какой-то уникальный музыкальный стиль. В Ргуте с отборочный этап стартует 26 февраля. В этот день будут проведены кастинги театрального и танцевального направлений. 28 февраля очаровать жюри своим мастерством постараются вокальные исполнители. Фестиваль «Студенческая весна» на территории России проводится с 1992 года и сейчас охватывает все регионы страны. Ежегодно в конкурсе принимают участие свыше полутора миллионов человек. «Студ-весна» на федеральном уровне является единственной программой поддержки и развития студенческого творчества. Павел Розин, Софья Ивенсабер. Специально для телеканала «Твой».